Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и досмотреть мой ролик до конца, ведь в конце все самое интересное. Леша Адеев рассказал, как ему досталось от Ани Брянской. Адеев не стал долго томить своих подписчиков и рассказал, что же случилось на самом деле. Если девушка считает, что она настрадалась и была несправедливо обижена, то у Леши по этому поводу особое мнение. Он считает, что отношения они могут восстановить, только если Аня извинится за те унижения, которые ему пришлось вынести. Адеев в реальном времени отправился к Барберу и пожаловался подписчикам, что ему крепко досталось от Брянской за непродолжительный период их отношений. Встречались они на проекте всего неделю, но за эти дни ему каждый день доставалось по лицу, а все потому, что у Ани совершенно отсутствует чувство юмора. На все шутки Алексея Аня реагировала пощечинами. Теперь ей нужно извиниться за унижение, которое он выносил, но ему следовало бы прислушаться к тому, что ему говорили о Брянской. Строить с ней отношения невозможно, она быстро устает от партнеров, хотя и Аню предупреждали о том, что Адеев любит пошутить. Она и сама могла это заметить, когда они устроили шутку над Юлей Фременковой. Сажать в изолятор Лешу вроде бы не за что, не отвечать же ему за пощечины, которыми его награждала Аня. Кстати, из-за Брянской он еще и с Аленой Савкиной разругался. Та почему-то решила давать советы и убеждала Брянскую расстаться с Адеевым, потому что он несерьезно относится к девушкам. Свои отношения Алена как раз считает очень серьезными. Мириться Брянской Адеев явно не планируют. Слишком надоели друг друга за неделю. У Ани еще много времени до критического момента, когда придется собирать вещи. А вот Адееву, который разругался практически со всеми, в одиночках не дадут задержаться. Без партнерши можно провести на шоу не больше двух месяцев, если раньше не выгонят за конфликты. Наталья Раенашвили готова расстроить свадьбу своей дочери. Наталья уверена, что Глеб Жемчугов просто играет с ее дочерью, и как только ему представится случай, он сразу же предаст Настю и заведет роман с другой девушкой. По этой причине она собирается приложить максимум усилий, чтобы не допустить свадьбы Глеба и Насти. Между тем уже ходят слухи, что один из участников занимается подготовкой красивой помолвки. Не зря Жемчугов возмущается тем, что категорически не нравится своей будущей тещи. Наталья Раенашвили уверена, что он самый настоящий лицемер, поэтому собирается применить любые методы, чтобы не допустить свадьбы дочери, даже если ей придется постоянно ссориться с Настей, что они сейчас постоянно и делают. Женщине хочется видеть рядом с дочерью умного, благородного, доброго парня с хорошей родословной генетикой. О том, что у Глеба генетика как раз очень плохая, она говорит постоянно. К тому же ей кажется, что Глеб не способен на верность и преданность. Как только у него появится более подходящий вариант для отношений, он забудет о Насте. Все эти убеждения никак не влияют на Настю, которая твердо намерена выйти замуж за Жемчугова. Она не собирается спешить рожать ребенка. Хотя этот аспект тоже беспокоит Наталью, но она готова родить Глебу чуть позже. Девушка твердит, что влюблена в Глеба и ради него может отказаться от всей семьи, в том числе и от матери. Наталья готова стоять на своем и ругаться с дочерью, даже если та будет на нее обижаться. Главное не допустить, чтобы она испортила себе жизнь. А как это не допустить, если Настя ничего не желает слушать? С другой стороны, разве проектная свадьба кому-то помешало развестись за периметром? Чем Настя хуже Тани Мусульбес, Тата Блюменкранц и других участниц? Бывший участник Дома 2 Дима Дмитренко признался, что квартиру они с Ольгой Рапунцель купили еще до выигрыша на Доме 2. Дима разоткровенничался в сети в прямом эфире, поясняя ситуацию с оплатой коммунальных услуг за выигранную на Доме 2 его женой Ольгой квартиру. Накануне жаловалась на необоснованные платежи Рапунцель. Пришлось Дмитренко в своей избивчивой и логичной манере давать пояснения, в ходе которых и проговорился Дима, что квартиру они с Ольгой купили еще в 2019 году, до второй беременности жены и до выигрыша на Доме 2. Выходит, верно обвиняли на шоу Бородина против Бузовой Рапунцель и в обмане, но ведь выиграла квартиру Ольга Рапунцель по голосам зрителей, тогда на что обиделись создатели телешоу и даже Кума, которая пока осталась без работы после закрытия шоу на канале ТНТ. Накопил и квартиру купил, утверждает Дмитренко, считая, что он и Ольга Рапунцель не зря столько лет провели на телепроекте, в отличие от других некоторых участников этого реалити. Кого он имел в виду, муж Оли предпочел не уточнять. А вы как считаете, в чей огород прилетел камень Дмитренко? У Ермаковой нет претензий к Дому 2, а у зрителей к ней есть. Подтвердилась новость о том, что Ермакова покинула проект. Пишет Надя, что нет у нее претензий никому, но обижается на парней, которые ее использовали и верит, что на посту кастинг-менеджера найдет все-таки того, кто будет о ней заботиться по-настоящему. Если у Надежды Ермаковой нет претензий к Дому 2, участникам и создателям шоу, то у зрителей к ней есть масса замечаний и негативных комментариев. Это касается не только ее поведения в эфирах, но и набора новичков, попыток вернуть Дом 2 в русло обсуждений навязших в зубах тем и проблем, включая ее прошлые отношения и появление бывших участников в качестве локомотива в проектной жизни. Или претензии к Ермаковой не обоснованы, ведь в сети появились мнения, что Надя испугалась прихода Саши Гобозова, который ее ехидно высмеивал в социальных сетях с Андреем Чуевым, потому и ушла. Женя Ромашов и участники хотят избавиться от Кристины Бухенбалты. Кристина уже не рада, что говорила про свой отъезд в Италию. Коллектив во главе с ведущими не скрывает, что все мечтают о том, что она уедет и не вернется. На нее ополчились бывшие соседи, и даже Женя Ромашов не собирается заступаться за свою девушку, предпочитая тихонько отсиживаться в сторонке, чтобы его не отправили за ворота. Бухенбалты жалуются, что Ромашов и ее так называемые друзья плохо к ней относятся. Ей непонятно, почему Максим Оргенштерн пытается рассорить ее с Ромашовым, и почему он привлекает к реализации своего намерения Алексея Деева. Непонятно Кристине, зачем Аня Мадан поддерживает своего парня и твердит, что никогда не дружила с Кристиной. Во время лобного Кристина вдруг узнала, что коллектив настроен против нее. Участники и коллектив не скрывают своего желания отправить ее домой, чтобы она уже не возвращалась из Италии. Один Глеб Жемчугов отметил, что Женя, как страус, спрятал голову в песок и не желает ругаться с Максимом и защищать свою девушку перед коллективом. Стоит отметить, что для Ромашова это вполне привычное дело. Он и Юли Белой, который якобы любил больше Кристины, позволял самостоятельно отбиваться от нападок участников и ведущих. Белую оскорбляли, выставляли пьяницей и легкодоступной, меркантильной, истеричной. В результате вообще выгнали, и он не стал уходить за ней. Так что Кристине следует понимать, что заступиться за нее некому, и не нужно удивляться поведению Ромашова. Для него на первом месте проект, изрядно поставляющий ему партнерш. И на Сейшилу он найдет, с кем отправиться, и песню посвятит уже новой подруге. Пора Кристине действительно отправляться домой. Как считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Алена Савкина нарастила волосы и резко подурнела, считают телезрители. Алена не перестает совершенствовать свою внешность, правда не всегда удачно. Пользователи социальных сетей убеждены. Алена дурнеет буквально на глазах. К примеру, желание девушки вновь стать обладательницей длинных волос уже вышло и боком. Несколько месяцев назад Савкина покрасилась в темный цвет и сделала каре, и ее осыпали комплиментами. А вот теперь волосы молодой мамочки сравнили с паклей, которую она почему-то решила нацепить на голову. К слову, длинными локонами участница телепроекта не ограничилась. Из брюнетки Алена перекрасилась в блондинку, и это явно добавило ей проблем. Фолловеры пришли к выводу, что участница Дома 2 окончательно испортила свои волосы. Впрочем, самой Савкиной критики хейтеров не привыкать. Не проходит до дня, чтобы Алену не ругали за неправильное воспитание Богдана. Кроме того, многих возмущает, что сына девушка променяла на отношения. Причем из всех возможных вариантов выбрала наркомана и стриптизера. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч!